Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Мне очень приятно присутствовать в столь уважаемом обществе. И я отдельно, как бы, спасибо хочу сказать Елене Викторовне, потому что она действительно подняла тему очень актуальную, на которой, наверное, действительно, как бы, по которой, наверное, действительно больше вопросов, чем ответов. И я постараюсь сократить разрыв, потому что очень много вопросов уже обсудили. Я буду останавливаться тогда только на тех вопросах, которые будут касаться именно территории Вологодской области. Ну и начну немного со статистики. Значит, на 1 января 2018 года численность населения Вологодской области составила 1176 тысяч человек. Из них население 65 лет и старше составляет 15 процентов. Соответственно, как и во всех регионах, существует сложная демографическая ситуация. И, как бы, население Вологодской области за 2018 год уменьшилось на 3,6 тысяч человек. В структуре, конечно же, преобладает миграционная составляющая, но нельзя отметить и рост естественного обыли населения, которое составило 4413 человек. В 2018 году грубый показатель заболеваемости злокачественными образованиями на территории Вологодской области составил 401 на 100 тысяч населения, что выше уровня 2017 года и, соответственно, выше уровня 2008 года на 20 процента. И как следствие снижения численности постарения населения Вологодской области роста заболеваемости отмечается и рост грубого показателя смертности, который с 2008 года увеличился на 0,3%. И смертность в 2018 году у нас на территории была 214 на 100 тысяч населения. Значит, но если мы посмотрим анализ стандартизированных показателей по Вологодской области, то мы увидим, что за 10 лет отмечается рост показателя заболеваемости на 11,7% и снижение показателя смертности злокачественных образований на 7,9%. И мы с вами все прекрасно знаем, да, на различных площадках это обсуждалось, что в рамке федерального проекта был заложен именно грубый показатель смертности, который нам необходимо достичь, да, и уже многие об этом говорили. Но мы прекрасно понимаем, что чисто со статистической точки зрения это не совсем верно с учетом обли населения. Поэтому мы понимаем, что если бы показатель был взят стандартизованный показатель, то нам, наверное, было бы намного легче выполнить наши показатели. Ну и я сделала краткий обзор за 9 месяцев. И то, что у нас получилось, это мы имеем на территории Вологодской области и рост заболеваемости уже за 9 месяцев до 420 на 100 тысяч населения. То есть мы приближаемся к цифрам Российской Федерации. К сожалению, доля злокачественных образований, выявленных за 9 месяцев, значительно не выросла, и мы стоим примерно на цифрах 2018 года. Но есть незначительный положительный тренд в цифре грубого показателя по смертности. То есть за 9 месяцев у нас умрало 1677 человек, и показатель составил 211 на 100 тысяч населения. Ну и это наша структура заболеваемости. Я думаю, что она сильно не отличается от территории Российской Федерации. В структуре заболеваемости по обоим полам у нас первое место занимает толстая кишка, второе место молочная железа и третье место бронхи легкие. У мужчин это рак легкого первого места и молочная железа, ну как, наверное, соответственно, во всех регионах. Ну и это наша карта Вологодской области. Я ее хотела показать, прежде чем начнем обсуждать вопросы, как бы, оказания медицинской помощи на территории Вологодской области, организации ЦАОПов. То есть, как бы, у нас протяженность Вологодской области с севера на юг составляет порядка 300 километров, и запада на восток порядка 700 километров. Максимальное плечо до удаленных районов, до Великого Устюга, до Чага, до Устюжной, у нас составляет порядка 400 километров. В чем особенность на сегодняшний день оказания медицинской помощи на территории Вологодской области? К сожалению, мы, наверное, ну не знаю, может быть, есть еще регионы, но у нас на территории Вологодской области в районах нет первичных онкологических кабинетов. У нас есть такая структурная единица, как онкоответственный. В центральных районных больницах это чаще всего хирурги, реже терапевты, которые берут на себя большей частью организационную роль по обследованию наших пациентов и дальнейшей маршрутизации. То есть, соответственно, пациент выявляется в первичном звене, дальше он направляется либо в первичный онкологический кабинет, либо напрямую в онкодиспансер. И для районов области этим первичным онкологическим кабинетом на сегодняшний день является поликлиника онкодиспансера. И для города Череповца это первичные онкологические кабинеты, которых находятся три в городе Вологде и один в городе Череповце. Основная помощь у нас оказывается в условиях онкодиспансера. Соответственно, высокотехнологичная медицинская помощь у нас тоже оказывается в условиях онкодиспансера в рамках ОМС. И, соответственно, конечно, большая часть у нас отправляется в территориальный НМИЦ для оказания пациентов высокотехнологичной медицинской помощи. Ну и мы очень много говорили уже о федеральной программе борьбы с онкологическими заболеваниями. Я не буду повторяться, мы все ее хорошо знаем. И одной из задач перед службой стоит организация центров амбулаторной онкологической помощи. Основной целевой индикатор, который заложен для Вологодской области и также, соответственно, для всех других регионов, это снижение смертности. Для Вологодской области эта цифра 185 на 100 тысяч населения. Он абсолютно равен показателю федерального проекта. Как мы не отстаивали меньшую цифру, к сожалению, нам не удалось этого сделать. Поэтому мы должны стремиться и достичь 185 на 100 тысяч населения. При этом мы понимаем, что на сегодняшний день за 9 месяцев у нас показатель 211, а целевой показатель по 2019 году 208. Мы понимаем, что мы не достигнем его. То есть это как бы реальные цифры. Я думаю, что большая часть из присутствующих здесь людей, в том числе и представителей МИЦ, понимает, что эти цифры не совсем достижимы. Ну и, соответственно, для достижения этого целевого показателя основного были предусмотрены еще три индикаторных показателя. Это доля злокачественного образования, выявленных на ранних стадиях, доля больных, умерших от злокачественного образования на первом году жизни и состоящего на учете 5 и более лет. И эти цифры тоже у нас абсолютно идентичны федеральному проекту. Но, как бы, говорю о том, что мы понимаем наши большие риски о невыполнении этих показателей. Я думаю, что, в принципе, все присутствующие здесь тоже об этом знают. А что зависит эффективность мероприятия, мы с вами тоже прекрасно знаем, и я не буду долго на этом останавливаться. Это выявление локализованных злокачественных образований, и это работа первичного звена. Это качество оказания специализированной медицинской помощи и качество учета онкологических больных. Потому что мы знаем, что статистика вещь такая очень, так скажем, да, вот. Поэтому, как бы, мы понимаем, что когда нам надо было достичь показателей, да, снижения смертности от сердечно-сосудистых показателей, мы, значит, работали над этим направлением, теперь, соответственно, перед нами стоят совершенно другие задачи. Ну, и при онкологической службе, и в целом Российской Федерации, и в том числе Вологодской области, стоит основная задача — это увеличение выживаемости и снижение смертности населения от злокачественных образований. Ну, и основная проблема, которая у нас есть, как бы, и в том числе и в нашем регионе, — это запущенные формы злокачественных образований. Но вот это наше финансирование за шесть лет в регион выделено более 14 миллиардов рублей. Что мы планируем? Это, соответственно, закупка оборудования, как у всех, подготовка кадров и организация двух центров аблаторно-медицинской помощи. Я не буду повторяться, Наталья Михайловна очень хорошо рассказала, для чего он, как бы, нужен, какая нормативная документация. Но я единственное, как бы, наверное, хочу сказать, что когда мы подходили к формированию региональных программ, а все прекрасно понимают, что это был конец 2018 года, то не было нормативной документации по организацию центра амбулаторной медицинской помощи. Мы не знали, что это за структура, как она будет работать, какое будет у него штатное расписание, да. И, как бы, мы не знали, да, вообще практически ничего. Мы знали, что, да, это некий центр, который, возможно, заменит ПОК, но какой-то ясности не было. Но и, как бы, в нашем регионе, значит, было запланировано два центра амбулаторной поликлинической помощи. Да, все, наверное, удивятся, да, почему 23-24 год, но, наверное, как бы, я сейчас постараюсь объяснить и рассказать. Значит, было выбрано две базы. Это базы, которые максимально материально-технически укомплектованы. Да, это база, я могу сказать, что на территорию города Вологды на сегодняшний день ни в одной поликлинике города Вологды нет компьютерного томографа. Как бы это ни печально звучало, и, как бы, единственная база, которая, когда вышел приказ 48Н, которая подходила реально под организацию ЦАОПа, это была база поликлиники областной клинической больницы номер 2. Значит, но там у нас проблемы с кадрами. То есть, как бы, мы понимаем реально, что на сегодняшний день там в поликлинике у нас один врач-онколог. Поэтому для нас на сегодняшний день пока это далекая перспектива. Хотя мы понимаем реально, что, скорее всего, сроки придется сдвигать и придется вносить изменения в региональную программу. Значит, и с какими проблемами мы столкнемся. Конечно же, это дефицит кадров, причем и дефицит кадров жесточайший, да, в связи с тем, что не хватает ни онкологов, ни патоморфологов, ни диагностов. Отсутствие в учреждениях, как бы, системы МИСПАК, недостаточно материально-техническое оснащение, высокая нагрузка на диагностическое оборудование. И объемы оказания медицинской помощи городской поликлиники и так на сегодняшний день достаточно высоки. И с учетом перемаршрутизации пациентов, которую мы планируем сделать в рамках первой городской больницы, может возникнуть проблема со сроками ожидания медицинской помощи. А мы с вами прекрасно понимаем, что цель ЦАОПа – это сократить сроки ожидания и максимально приблизить помощь к пациенту. Ну и какие выводы можно из этого сделать? То есть организация ЦАОПов на территории крупных муниципальных центров города Вологды и города Череповец позволит приблизить медицинскую помощь и сроки ожидания для городских пациентов со злокачественными новообразованиями. Недостаточный кадровый ресурс, материально-техническая база на сегодняшний день не позволяет нам развернуть центры амбулатория и онкологической помощи на территории центральных районных больниц. И открытие ЦАОПа в 2023 и 2024 году на территории Вологодской области, к сожалению, не позволит оценить вклад этого звена в достижение целевых показателей по национальному проекту борьбы с онкологическими заболеваниями. Ну и как я сейчас уже сказала, что Департамент здравоохранения Вологодской области в тетном контакте с онкологической службой сейчас рассматривает вопросы о сроках изменения и территориальном расположении. Рассматривается база открытия ЦАОПа как вариант на базе Великоустерской центральной районной больницы, как оптимально, возможно. Тоже мы посмотрели материально-техническую базу, она более-менее подходит, но у нас там проблема с кадрами. И то, что здесь, да, я не озвучила, не отразила, но хотелось бы тоже, это как вопрос к обсуждению, к дискуссии. Вот у меня почему-то внутри меня возникает такой вопрос. То есть как бы наша задача с вами снизить смертность от онкологических заболеваний, но отдавая химиотерапевтическую помощь на уровень центров амбулаторной и онкологической помощи в отсутствии высококвалифицированных кадров, да. И мы же прекрасно знаем, что мы много лет работали над тем, чтобы централизовать оказание медицинской помощи по химиотерапевтическому профилю специализированных учреждений. Мы понимаем, что если мы сейчас все это раздадим, то мы столкнемся с вопросом увеличения смертности наших онкологических больных от осложнений, да, лечения, которые мы будем им предлагать. Ну это просто вопрос для дискуссии и хотелось бы услышать мнение НМИЦов по этому поводу. Спасибо большое за внимание. Спасибо.